Стены стеклянные для того, чтобы не создавать визуальное загромождение улицы. То есть, потому что если здесь будет стоять вот такая будка или сарай, это, конечно, будет негативно сказаться на восприятии улицы и города. Современные и без приклеенных реклам. Новые остановки на Змейногорском тракте, хотя и отличаются от прежних, получили неоднозначную оценку барнаульцев. Сырли соответствует современному индустриальному обществу. Здесь нет а-ля Рус, но и нет этого самого шедевров. Эстетичная форма, стекло хорошо, видно все, автобус можно увидеть, транспорт. Ну и вообще, в принципе, нет возможности за закрытыми стенами хулиганить. Бесполезная остановка, что она есть, что ее нет. Она от ветра не защищает, только может быть, если от солнца. Сейчас не лето, чтобы от солнца защищать. Не защитит эта крыша от дождя, а зимой и от снега продолжают горожане. На некоторых павильонах нет и боковых стенок, так что от ветра точно не спрячешься. Но последнему замечанию есть свое объяснение. Ширина тротуара не всегда позволяет установить эти самые стены, говорит архитектор Александр Деринг. Но опять же, мы же не должны рассчитывать остановки на то, что люди здесь будут там по часу ждать. Вообще-то это не проблема остановок, это проблема в другом, в том, как организован транспорт. А с этой точки зрения, своей функции остановка выполняет. Зато есть претензия к качеству павильона. Вот, например, спустя несколько месяцев эксплуатации название остановки облезло. Есть и другие, более значимые замечания. Мы стремимся к так называемому смарт-сити, к умным городам. То есть, когда вот эта цифровая составляющая, она очень важная, она информационная. Поэтому здесь на остановках бывает зарядка гаджетов каких-то. Это, конечно, информация о текущем транспорте обязательно. Новые остановочные павильоны установили в ходе ремонта дороги на Измейногорском тракте по дорожному нацпроекту. Им же предусмотрено благоустройство территории. Правда, остановка появилась, а информационные таблички о времени движения транспорта нет. В мэрии пояснили, что это связано с работой властей над изменением маршрутной сети общественного транспорта. После обещают вернуться и устранить пробел. А пока эти современные, казалось бы, комфортные остановки ждет испытание зимой. Посмотрим, насколько они смогут защитить наших горожан от пронизывающего ветра и снегопадов. Анара Шагирова, Андрей Печоркин. День с толком.